У меня есть вопрос? То есть само просветление было, Шри Бхагавад давал какую-то технику или просто ты пришел и все позже? Да, Шри Бхагавад дает свою концепцию, но эта концепция очень близка с концепцией согласия с реальностью, то о чем мы в прошлом году с вами. Поэтому я его мгновенно понял, о чем он говорит. Но при всем этом он говорил с уровня уже освобожденного. То есть у него есть четкое знание, как нужно вести. Поэтому я рассказывал, что моя встреча с ним была такова, что в темноте, когда я пришел к нему, я честно признался, что я не освобожденный. Я все продолжаю медитировать, я все продолжаю делать какие-то техники и периодически у меня возникают тенденции, которые вызывают во мне пульс, который я отождествляюсь, мне нужно разотождествляться и что-то делать. Я честно себе в этом признавался. И вот когда я к нему пришел, я сразу увидел, что человек выглядит очень ординарно. То есть он вообще ничем не отличается от обычного человека. А вообще абсолютно ничем не отличается от обычного человека. Он ведет себя абсолютно как обычный человек. Нету в нем каких-то таких... И при этом он сохраняет это присутствие в этом безграничном. Абсолютно ничего для этого не делает. И вот я даже не могу объяснить, как это произошло. Потому что для меня... Понимаете, я же не знал, что, во-первых, это произойдет с ним. То есть он был... Ну, как просто был розыгрыш, я его играл. Я пришел и вообще ни на что не надеялся. И я даже не знал, что что-то произойдет. Ну, просто стопроцентно открыто, с открытым сердцем, искренне пришел к нему. И вот как я увидел... Ну, вот я честно признался, что я в темноте сейчас. И он мне показал огоньки. Вот он мне огоньками показывал. Я ничего не анализировал. Как он просто... Я просто доверился ему сто процентов. И он мне показал вот огонек, огонек, огонек. Я прыгал, 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 прыгал и... Пух! Очутился там, откуда... Вот где эта медитация. Вот где он. А огоньки чих потом исчезли и обратной дороги я не знаю. Как теперь оттуда обратно вернуться. Ее и нету обратной дороги. И это удивительно. На самом деле это чудо. Миракам. То есть я не могу объяснить, как это. Но это произошло. Я вот до сих пор иногда, ну, мне кажется... Потому что я продолжаю наблюдать, ну, как вот, изменения. Те, которые изменения. Ведь, на самом деле, это не означает, что... Там, вот, кто-то спрашивал сегодня, я слышал, решетки поставили, да? Ну, и такая фраза просто звучала, закрываетесь от мира. Ну, там, что-то вот типа этого. Ничего не имеет значения это. Ну, вот, закрываетесь... Это все концепции. Если будете верить в эту концепцию, что закрываетесь от мира, будете чувствовать себя закрытым от мира. Я вот, допустим, вижу сердечки. Там, вот, сердце, для меня это любовь. И, понимаете, вы можете выбирать даже какие-то концепции, верить. И верить в них не верю. Вот то, что я тебе Келка писал, да? Ну, вы знаете, что они в одну концепцию. Но, поскольку жизнь так устроена, и мы не можем объяснить, почему игра так происходит. Никто не может объяснить, почему это так происходит. А просто так случается. Ну, тогда жить по правилам этой игры. Ну, раз мы используем концепции, раз, без этого никуда. Потому что нам там язык, нам там этот ум, и всё, никуда от этого не денешься. Нужно с этим жить как-то теперь, да? Вот так, чтобы не вредить себе. Вот, поэтому там во время встречи всё произошло. Но, вообще, поле мастера, на самом деле, оно немножко мистичное. Но толстокожие, спящие, они это не делают. Для них всё обычно. Потому что я сразу Шри Бхагавата увидел его. Вот, то есть, вот, как-то, что он знает. Вот, у меня почему-то это интуитивно как-то всё. У меня не было ни капли сомнений. Он знает. И, видите, там была такая проблема, она есть у многих, кто очень близок к просветлению. Потому что, когда вы узнаёте вот эту нирвану, соприкасаетесь вот с этим безограничным, вы потом теряете это же целение с личностью. Вам очень сложно жить из личности. Ну, тем людям. Я, допустим, вот встретил в этом году девушку из Германии. Ну, она вот так вот зналась, побритая. Я, кстати, постригся, ну, не из соображений, там, буддистских. Эх, 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 эх. Думаете, чувствую? Эх, 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 эх. Ничего. То есть отсутствие её, да? Сознание так захотелось. Да. Но вот она нагло обритая, с такими мешками под глазами, ну вот, и с таким двусторонним взглядом, и мы с ней встретились в кафе, я знаю, у нас были общие знакомые, она вела сатсанги по утрам, и люди очень многие говорили, как здорово, как классно, ну то есть вот эта истина говорит там. Я прекрасно понимаю, в каком она состоянии, потому что, в принципе, я тоже жил в этом состоянии несколько лет, когда ты отождествляешься вот с этим безграничным, вот с этим неперсональным, очень сложно воспринимать жизнь с уровня персоны, ну то есть вот с личного, и когда я ее спросил, а откуда ты, ну где ты живешь, я подумала, почтовый адрес? То есть она говорит, вообще-то я отсюда, но это вообще фишка всех адвокатистов мастеров, ну где вы живете, откуда вы, ну я сейчас, а они говорят, I'm living now, now, сейчас, сейчас, все живут сейчас, и она тоже говорит, ну почтовый адрес вообще-то там из Германии, но вообще-то я и здешняя, здешняя, ну то есть опять про здесь и сейчас. И вот на этом этапе идет, ну такое, некоторые мастера очень жестко говорят, только с позиции безличностной. Но вот меня как-то это, ну я вот слушал, но это меня не приводило к освобождению. И вот буквально за несколько, может быть, дней встречи с Шри Вагаватом я встретил мастера, который сказал, что очень важно, чтобы теперь, когда ты разотождествился, теперь, чтобы твоя персона снова интегрировалась с этой бесконечностью. Тебе ничего не должно мешать, в том числе и персона. Мне персона мешала. Помните, в прошлом году я проводил встречи, ох, как мне эта персона мешала. Я, ну вот в какие-то моменты чувствовал себя очень не в своей тарелке, когда проводил, мы с Светланой Маштинцом собирались, да, вот в те моменты, а потом здесь мы проводили находки. Я помню, мне персона очень мешала. Вот у меня все еще был этот разлад между вот этой истиной и вот этим временным проявлением. Чуть с этим временным, там как-то уже, ну как-то вообще. А вот Шри Вагават, он показал, как вернуться в персону и как жить из персоны, будучи этой бесконечностью. Если честно, то это не мешает. Я вижу, что у меня в отношении с мамой, потому что вот пять лет я же был не персоной, то есть я общаюсь с семейным, в отношении с семейным, в отношении с тем, в отношении с тем. Когда с тем произошла интеграция, ты возвращаешься опять, ты обычный человек. Ты обычный живой человек со всеми всякими плюсами и минусами. Это, конечно, необычно. То есть мастер показал, как можно соединить. Но видите, если вы просто знаете вот эти восточные всякие разные вещи, там есть такое, что покой, вот в Китае говорят, покой в покое не истинный покой, покой в движении есть истинный покой. То есть когда вы сидите в медитации, это первая стадия самадхи, или ее называют нервикальпа самадхи. Ну это вот, когда у вас нет ощущения персоны, у вас нет ощущения индивидуального девочки. То есть вы полностью отождественны вот с этим сознанием. А следующий этап это сахаджа самадхи, то есть тогда, когда вы возвращаетесь в мир и делаете любые действия, оставаясь в этом состоянии сознания. Видимо, вот это вот и произошло со Шри Бхагаваттой. Потому что вот когда со мной первый раз случилась вот эта нирвана, я же уехал и путешествовал, какое-то время жил в Москве. Ну то есть вот я жил так вот, как, знаете, лист. Ну и я там то у одних друзей жил, то у других друзей жил. Ну как бы вот эта вот практика доверится, что ли, существованию, что... Но одновременно кто-то из друзей мне сказал, а ты прям как этот, что теперь ты должен вернуться в общество и теперь реализовывать свои знания через обычную жизнь. То есть это просто, ну, определенная ступень, практика тоже. Поэтому я вам говорил, что у меня был абсолютно, ну, такой момент выбора, как я мог жить дальше. То есть вот этот момент, он, знаете, так скорость... Потому что время... То есть можно было жить вообще никак не вытячиваться с этими знаниями, ничего не заявлять, просто жить в жизни обычного человека. Ну, тихо себе зная. Ну, потому что... И может быть, я не знаю, может быть просто уединяться в святых местах, там очень здорово, классно жить. Но вот почему-то мой выбор... Вы это же видите, это же все неспроста. Вот вся моя история жизни, она связана с работой с людьми. И там, где я появлялся, вот где я служил, меня всегда ставили там вот на такие должности, работать с людьми. Ну, то есть плюс я еще доктор, там лечить всех, ну, и, ну, вот, все время с людьми. И, ну, вот, я осознанно выбрал вернуться вот сюда. Потому что я понял, это будет мне ближе всего. Я буду счастлив, ну, именно как человек, вот, такой, именно, людской счастье, я буду счастлив именно в этом. Я не буду счастлив ни в семье, ни в этой пещере, ну, один там, каждый. Потому что все мои таланты, все мои особенности, все мои склонности, они, вот, как-то под этим сделаны. И поэтому я точно, осознанно понял, что мне нужно возвращаться в это и заниматься этим. А там уже как получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok